Микс Ньюс Здравствуйте! В эфире программа «Зелёная лампа», потому что сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. И это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте! Я Рита Трошкина, наш звукооператор, звукорежиссёр Родион Золотарёв. И гость в студии у нас, мы уже проанонсировали везде с большой радостью, музыкант, певец, композитор, лидер группы ДАБА Александр Казаков. Здравствуйте, Саша! Добрый день! Здравствуйте! У Саши, вот сразу заинтригуем, у вас в его творческом багаже более 200 песен и, не знаю, сотни, 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 сотни сыгранных концертов. Ну вот, ну сотни, да. Единственное, насчёт многие сотни, не знаю. Ну, наверное, да. 15 лет нам в этом году. 15 лет в этом году, да. И буквально недавно вышел новый альбом, который Саш принёс в студию. Он сейчас покажет для тех, кто смотрит видео, называется «Птицы светлые». И мы про это тоже будем говорить сегодня. Почему птицы, почему светлые? И что там в этом новом альбоме нам предстоит услышать. А программа наша сегодня помогает мальчику, 13-летнему Артуру, Артуру Моритесу, который пережил за свою короткую жизнь очень много боли и несчастья. Потому что у этого мальчика уже после рождения сразу три, один за другим случились три инсульта. И последствия инсультов были очень тяжёлые. Предполагалось, что он не будет ни ходить, ни говорить, а просто вот лежать. Но мама, его растит одна мама, и мама взяла это дело в свои руки. Она не поверила, она сделала всё возможное, чтобы поднять мальчика на ноги. Мы были у Артура в гостях на прошлой неделе, буквально за несколько дней до его дня рождения. Вчера у Артура был день рождения, ему исполнилось 13 лет. Поэтому, когда оформляли документы в благотворительном фонде, чтобы собрать деньги на компрессионный жилет, который будет его поддерживать, и чехол, такой рукав специальный. Маму спросили, сколько лет Артуру? Она говорит, ой, ну 12, но через три дня будет 13. И вот эти 13 лет этому мальчику исполнились вчера. И так совпало, что вчера у мамы его, маму зовут Илона, но в крещении она Елена, и у них дома стоит икона Елены, вчера у мамы был день Ангела. А мальчик, он крещён, как Владимир, в больнице на Вене-Базгатве, когда случился у него вот этот первый инсульт. Мама побежала через дорогу, и отец Макарий, это священник, которого знают, наверное, все, мамы, деток, которые лечились в больнице на Вене-Базгатве, посвятил его, и по святцам выпадало имя Владимир. Решили, что всё будет хорошо, мальчик должен выкарабкаться. Владимир – это сильное имя. И вот вчера 13 лет Артурчику исполнилось, день Ангела у мамы. И самым лучшим подарком от всех нас будет просто звонок на наш благотворительный телефон. Он 9-3-0-6-3-8-4. Это 1 евро 42. Такой маленький цветочек. Это чудесная мама, которая вытаскивает своего сына одна, со своими родителями, с бабушкой и с дедушкой. И мальчишка чудесный. Про него мы ещё расскажем чуть позже. И сейчас мы просим вас сделать этот звонок, просто поддержать этого мальчика. А Сашу Казакова вот сразу можно попросить что-то спеть для Артура? Я просто до истории думал спеть одну песню. А можно любую? А теперь уже... Мы же не знаем, какую. Ну да, вы не знаете, но мне хочется спеть что-то, что-то, что мне кажется более соответствующим. Поскольку понятно, что Артурчику тяжело, но можно представить, насколько тяжелее его маме. И есть такая легенда, что общая для всех мама, её лик скрыт. И вот о ней, наверное, и песня. Тем более, что упомянули крещение. Покрыла своё лицо Тканью тонкой невидимой глазу. Спроси о нею гонцов, Что летят во все стороны сразу. Стража светлая у ворот. Огненосные старцы святые, Но никто не узрит, где вход. Если забыл, в одни злые Кружится веретено Светлая ткань струится, То, что разобщено, Вновь воссоединится. Тайною держится мир. Светом её полотно Выдержать столько любви Сердцу смертному не дано. Что же могу принести? Ты сердцем моим владеешь Лишь молитву тебе вознести. Кто же на гору взойдёт? Кому даруют дорогу? Тому, кто в сердце несёт Огненные чертоги Светлая ткань струится. То, что разобщено, Вновь воссоединится. Тайною держится мир. Светом её полотно Выдержать столько любви Сердцу смертному не дано. Покрыло своё лицо Тканью тонкой невидимой глазу, Спрося о ней у гонцов, Что летят во все стороны сразу. Напомним, что у нас в студии Гость программы «Зелёная лампа» Певец-композитор Александр Казаков. Александра называют ещё «Рижский голос», Потому что он был участником Шестого сезона шоу «Голос». Александр… И как раз 13-го числа Расскажу такие вещи, Такие штуки, О которых ещё никому нигде не рассказывал. Вот давайте… Которых нигде до этого услышать было нельзя. А что-то 13-го июня хороший день, получается. 13-го июня чудесный день. Значит, Александр открывает Добрый вечер в клубе «Гамлет». Это модный клуб, Очень хорошее место, Где выступают артисты, музыканты известные. На «Янис» это 5, В самом сердце Старой Риги, Клуб «Гамлет». И Саша там проводит свой вечер. Там будет эксклюзивная программа. И главное, что будет разговор По душам, со зрителями. Да, там всего 50 мест. Это столики. И можно… Очень небольшой, уютный, красивый зал. Да, очень камерный зал. И это площадка гильдии латвийских актёров, Потому что руководитель этого проекта, Клуб «Гамлет» Роман Загорскес. Это руководитель гильдии латвийских актёров. И это не просто, конечно, концертная площадка, А это немножко такая… Богемная. Богемная атмосфера и перформанс. И подразумевает ток-шоу со зрителями. То есть, и в этом ток-шоу со зрителями, Саша, Вы обещаете рассказать… Да. Что? Тайны. Тайны голоса. Потому что такие небольшие, ну, общие вещи Я рассказывал много где. И на концертах, и на разных мероприятиях закрытых. Здесь можно будет обсудить какие-то последние Вещи, связанные с голосом зрителя. Да, последние вещи. И то, что там… Вещи, которые происходили, которые я никому не рассказывал. То есть, Вы готовы прямо так вот раскрыть? Да. То есть, я расскажу всё, как есть. Как было на самом деле. А зрители, там работает театральный бар, вот с бокалом хорошего вина или там чашкой кофе. Программа будет называться «Горький кофе». Очень уместно взять чашку кофе и спросить, вот просто лично спросить у Александра всё, что Вы хотите знать об этом. А там есть что рассказать, потому что много интересного было. А я вот лично хочу спросить у Александра, в шоу «Голос», когда Дима Билан выбрал Вас в свою команду, Вы вышли с песней «Акуджава», да? Да. Почему именно «Акуджаву» выбрали? Ну, с одной стороны, «Акуджава» один из моих любимых авторов и такой один из образцов для меня высоты, к которой стоит стремиться. То есть, я его пою, наверное, лет с 14 и слушаю. А с другой стороны, я не собирался так сначала делать. То есть, там на кастинге, когда был, там просто два одновременно, два в один день происходит кастинга. На первом я спел, там нужно было спеть «Куплет-припев» на русском, «Куплет-припев» на английском. Вот я спел на английском, так, для проформы, потому что мне не хотелось совсем на английском петь. На английском я тут пою. «Выше крыше». Вот я спел там песенку «Lemon Tree», «Fulls Garden». А на русском мне очень хотелось спеть песню Гребенщикова, которую особо по телевизору не услышишь. Одну из самых его любимых песен «Серебро Господа». Вот. Вот ее я там и спел. И потом Юрий Аксюта спросил, а что еще? А Юрий Аксюта это у нас? А он директор развлекательных программ и самый главный человек на «Голосе». Директор развлекательных программ на Первом канале. Телевизионный начальник, да? Угу. То есть выше там только Эрнст, по-моему. Вот. И… А у меня еще ничего не было заготовлено. И молитва – это просто первое, что мне пришло в голову. На то, что с детства, да? Ну, в общем, да. А какая-то, может быть, семейная какая-то история? История семейная есть. С этим связана, что я практически родился под одну из песен о Куджаве, потому что, когда маму привезли на Мера, вот, в известный дом, вот, то ее там как-то в коридоре положили и оставили, и ушли. Ей нужно было как-то отвлекаться, саму себя развлечь, вот. Она пела о Куджаве. И вот она лежала и пела, да. А Куджаве, то есть вы… А Куджаве, да. Практически это где-то там… Она пела исторический роман. Угу. Практически это где-то в крови. Поэтому это в крови. В крови, да. Ну, вот когда вы появились на «Голосе», написали, что участник «Голоса» из Риги, он напоминает молодого Агутина, и чувствуется влияние Гребенщикова, а где-то еще Вертинский и Бернес. А вообще вы в стиле инди-рок со своей группой выступаете. Как вы сами себя определяете? Ну, инди-рок – это такое определение, оно, в общем, не музыку стилистически определяет, а просто говорит о том, что независимые артисты. То есть играть ты все, что хочешь, по большому счету. Это хорошо, да. Ну, да. Да, и так, поскольку я музыку разную люблю, то, ну, как, иногда группы создаются, вот что мы, ребята, там, собрались в гараже и решили, что мы хотим играть в таком стиле. У нас, в принципе, такого не было. У нас было, что пишется песня, и мы к ней присматриваемся и пытаемся понять, чего она просит. То есть в каком стиле, что с ней нужно делать. А, вот очень, то есть песня вас ведет. Да, да. И напомним, что наша программа «Зеленая лампа» посвящена на этой неделе 13-летнему мальчику, 13 лет ему исполнилось только вчера, Артурчику, Артуру Моритесу, на что нужны деньги. После трех инсультов, которые мальчик перенес, ему сейчас его эрготерапевт, есть такой потрясающий эрготерапевт и физиотерапевт Эгия Бидене, работает в ОЛН, и наверняка тоже многие мамы ее знают. А Илона, мама Артура, считает ее просто вообще семейным ангелом. Она с детства ведет Артура, и сейчас она говорит, что очень обязательно ему нужен специальный компрессионный поддерживающий жилет и чехол-рукав для больной правой руки. То есть, когда после инсульта у мальчика парализовало правую руку, и, в общем-то, врачи сказали, что там беда вообще полная, не ходить там, не говорить он не будет. Глядя сейчас на Артура, просто поверить в это невозможно, потому что чудо, живчик такой, обаяшка. И когда нужно было готовиться к школе, мама взяла и переучила его, так как правая рука вообще, да, она учила его писать левой рукой. На левшу. Переучила на левшу. И у него удивительный такой каллиграфический почерк. Почему? Потому что каждый вот за корючку они отрабатывали часами до автоматизма. Ну, представьте, вот вы всю жизнь пишите правой, да, потом правая рука не работает, и вы учитесь этой левой. Вот он ходит в школу и учится левшой. Музыкальные пристрастия. Вот у него музыкальные пристрастия – это бедва и прата ветра. Вот у него. Маленький, когда он совсем был, ему нравился леп. Леп с песня про Лондон. Он все мечтал, как он вообще поедет в Лондон и будет там летать. Сейчас у него бедва и прата ветра. Еще деталь. Он очень любит красить. То есть мы сначала как-то подумали, что мы не совсем понимаем. Мама говорит, нет, именно красить. Почему? Потому что рисовать, вот брать, да, фломастер или там карандаш, да, ему сложно. Какие-то контуры ему рисует преподаватель, учитель, а он потом берет кисточку и вот красит, потому что рука, ну, слушается плохо, красит. Он вообще потрясающий. Он создает такие очень красивые цветовые композиции, отмечает, что у него такое очень поэтическое чувство цвета. И вот для этого мальчика Артура мы просим вашей помощи. Информацию подробно и с фотографиями, и с подробностями из его жизненной истории, из истории его мамы Илоны можно прочитать на сайте MixNews в рубрике «Зеленая лампа». И на неделю, сегодняшнего дня, на целую неделю подключен благотворительный телефон, который подключен к счету в фонде BeOpen благотворительном, с которого деньги пойдут на оплату вот этого компрессионного жилета. 9306384, 1,42 евро за звонок. И вот спасибо Саше Казакову, который сегодня вместе с нами включает зеленую лампу для 13-летнего Артура. А мы этого мальчика, вот если тайну приоткрыть, мы его 2 года, больше 2 лет знаем. И он тогда еще был маленький, а потом вот пошел в рост, и 13 лет, и организм растет, и поэтому вот у него правая половина тела, она была парализована, и сейчас она отстает отстает, то есть восстановились какие-то функции, но она отстает от левой. Почему все эти штуки компрессионные очень нужны и важны? И их заказывают в Германии, к сожалению, здесь невозможно такое получить, поэтому нужно туда ехать, и там по его размеру ему подберут для руки специальный чехол такой компрессионный и для всего тела, чтобы он держал равновесие. И стоит это, ну понимаете, вот сумма не такая страшная, 3600 евро, это включает дорожные расходы. Мама не может, ей негде найти эти деньги, абсолютно негде, она там буквально копейки все сводит, да, и она обратилась за помощью к людям, потому что, как она сама говорит, если бы я не, если бы не люди, если бы я не решилась попросить помощи, а помощь приходит, то ребенок лежал бы, просто лежал бы без движения, не ходил бы, не говорил бы, а сейчас это нормальный, совершенно полноценный мальчик, вот нужно только ему немножко помочь. И поэтому 9-3-0-6-3-8-4, вот этот телефон, вы помните его, он каждую неделю подключается для нового героя, эту неделю он будет работать для Артурчика. Сделать этот звоночек евро 42 цента – это большая помощь, маленький звонок, а помощь большая, когда звонки соединяются вместе. И спасибо вам всем. И все звонки суммируются в фонде BeOpen на таком конкретном счету, потому что там определяется цель платежа, там Мертис – помощь Артуру Моритусу. И все эти деньги с этого счета никуда не могут уйти только целевым платежом на оплату счета, который выставит немецкая клиника. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и потом продолжим говорить с Сашей Казаковым о любви и о музыке. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что в студии у нас музыкант, певец и композитор, лидер группы «Даба» Александр Казаков. А помогаем мы сегодня 13-летнему Артуру Моритису, которому очень нужен компрессионный жилет и такой специальный чехол-рукав для больной правой руки, который у него не функционирует. Стоимость этих всех приспособлений – 3600 евро. И мы просим вас сделать звоночек по нашему телефону благотворительному 9306384. Евро 42 цента за звонок. И сейчас по традиции в самом начале второй части нашей программы мы озвучим итоги предыдущей недели. Спасибо огромное всем, кто откликался. У нас была очень трогательная история про девочку Анну, ее 10-летнюю, которой мы помогали собрать деньги, чтобы организовать в подъезде подъемник для инвалидной коляски. Там вот такая история. Она живет в Голубино, куда родители переехали с маленькой, с этой Анной ей. Потому что, чтобы она могла бы ходить хоть как-то на улице. Но девочка растет, вот в 10 лет мама не может ее уже, она сама не может ходить. И в 10 лет маме уже тяжело ее выносить. Очень нужен этот подъемник. Никто не оказал никакой им помощи. Но, как всегда, пришли на помощь люди. И спасибо вам огромное за неделю. Мама обратилась в фонд Be Open. Просто так вот люди, может, не выйдут во двор с протянутой рукой. И вот мамы ищут варианты. И вот в фонд Be Open там работают чудесные специалисты, которые настолько индивидуально, тонко подходят к каждой истории и думают, как можно вот помочь и юридически, чтобы это было все правильно и финансово прозрачно и открыто. И сумма, которая была нужна на этот подъемник, чтобы девочка могла сама с первого этажа спускаться и выходить на улицу, была озвучена как 10 тысяч. Но сейчас специалисты из фонда Be Open, они ищут другие варианты. Может быть, более какой-то гуманный вариант найдется, где-то что-то подешевле. И откликнулась даже дума города Голубаная, которая тоже обратила внимание на эту семью. И вот, может быть, что-то сдвинется. А собрана большая сумма 5 309 евро на счету Анны, на специальном счете, всего 5 309 евро. На счету Анны 3 285 евро. И было сделано, внимание, очень много звонков. 2 024 звонка на наш телефон на сумму 2 529 евро. Все это суммируется. Средства пойдут на оплату подъемника. Мы вам сообщим о результатах и, как всегда, потом напечатаем фотографии. И счастливого ребенка, получившего то, что ей очень нужно, вы тоже увидите. Спасибо вам всем большое. И мы продолжаем наш разговор с Александром Казаковым. И напоминаем, что он автор более чем 200 песен. Саш, а первая какая песня была, о чем? Можете вспомнить? Первая песня... И во сколько? Сколько лет вам было? Лет 13, наверное, было, да. Может быть, меньше даже. Я точно уже не уверен. Шестой класс. А как пришло в голову написать песню? Никак. Мне приснился сон. Ух ты. Вот. Я проснулся такой просто обалдевший, другого слова. Везде во сне пришла? Нет. Сон просто дал мне такое стойкое и сильное и всеобъемлющее состояние вдохновения, что я смотрел просто на все вокруг, на любой предмет. И каждый предмет мне казался достойным того, чтобы о нем что-то написать. Хотя я еще ничего не писал. И я пошел в школу. Все это держалось целый день. И вечером написал вот первую песню. Я тогда еще не играл на гитаре, но я уже знал, что... Это, говорят, ангел поцеловал в темечках. Во сне, да? Да. Кстати, у нас сегодня первая программа летняя. Да? Наступило лето. Дорогие радиоснабжители, поздравляем вас с настоящей летней погодой. Сейчас вы получите подарок от Александра Казакова. А мы напоминаем, что 13-го числа он вас ждет в клубе «Гамлет». Билеты вы можете найти в билише-сервисе. И вы реально не пожалеете, потому что это будет очень теплый, замечательный, откровенный, музыкальный, яркий, хулиганский немножко вечер. Лиричный и душевный. И лирический, да. В компании друзей. Вот все, кто соберутся в этот вечер, они в особую атмосферу попадут. У Саши вообще всегда говорят, что на его концертах какая-то необыкновенная атмосфера, да? То есть какое-то особенное состояние у людей возникает. А в клубе «Гамлет» это будет особенное в Кубе, потому что там он будет сидеть рядом с вами, и мы будем говорить и спрашивать его обо всем на свете. А сейчас… Просто, да, Саша, личность, с которой реально вот очень интересно болтать. Да. И ты открываешь для себя какие-то… Это не комплимент. Это как у Булгакова. Правду говорить легко и приятно. Спасибо. Ну, а кстати, по поводу особой атмосферы, это потому что, в общем-то, музыка-то и поэзия – это только средство. То есть ради атмосферы все и делается, ради вот этого особенного состояния, из которого все начинаешь видеть по-другому немножко. Или не немножко, когда как. Ну, что-то про лето есть? Жаркое лето. Отлично. Жаркое лето в этом году, плавятся старые камни. А я и не ждал, что когда-то найду то, что теперь горит между нами. И я ищу подходящие мину слова, но видны они не полны. И перед сердцем сдается моя голова, но все выше любви этой волны. Это тайна любви, и рожденье мирок, и махтание океана. Это не стихи, что вечен и ночь, только кровь небесно органным. Как волна напекая на мощный утес, и адами брызг разбиваясь. Словно бы, задает неизвечный вопрос, новую жизнь рождая. Это тайна любви, и рожденье мирок, и махтание океана. Это не стихи, что вечен и ночь, только кровь небесно органным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот мы уже почувствовали, что лето начинается. И еще раз напоминаю, что 13-го числа в клубе «Гамлет» в Старой Риге творческий вечер, встреча, ток-шоу, я не знаю, как это назвать, посиделки, откровенности с Александром Казаковым, билеты в билише-сервисе, и вы реально не пожалеете. А ключевое слово – добрый вечер в клубе «Гамлет». Да, так называется вот этот проект. Добрый вечер в клубе «Гамлет». А Саша очень интересный человек. Вот, например, он нечасто рассказывает, что он 7 лет занимался каратэ, и это тоже для него что-то значило. Да, тогда или 7, или 9, я уже не помню где-то это. Мы посчитали 7, ну, может быть, 8. Ну, где-то так. Да, тогда я собирался связать каратэ всю свою жизнь. Ездил на чемпионат. Да, ездил на чемпионат мира. Вот так. Ну, один раз, правда. Так что не страшно по Старой Риге в любое время пройтись. Только 17 лет мне исполнилось, можно было поехать, а до 18 я уже закончил заниматься. Ну, и философия, конечно, там, каратэ – это тоже особый мир, особая философия, которая, наверное, в жизнь как-то вошла, да? Да, да. Особенно, особенно то, что я читал об основателе, потому что я занимался кикушин-каратэ таким жестким. Как раз, там, основатель каратэ Масутацу Аяма, он, там, возрождал в Японии самурайский дух, сражался голыми руками с быками, вот, поэтому, поэтому это очень вдохновляло. Всё, хочу спросить, такой вопрос. Слышала фразу японскую, самураи говорят, что когда в тебя летит меч, только ты сам решаешь, попадёт он в тебя или нет. Как это понимать? Ну, как понимать? Это значит, что всё в твоих руках. Да, то есть ты можешь влиять на ситуацию. Мне больше нравится их самурайский такой принцип, что использовать смерть как советчика. То есть, ну, так сначала звучит мрачновато, страшно, но на самом деле ничего страшного нет, потому что, ну, как бы, как у Булгакова, вот, идёт человек, никто не знает, как там кирпич на голову упадёт, то есть все под Богом ходим. Правильное отношение к всему, да? Она позволяет взвешивать все свои мысли, дела, поступки и эмоции на этих весах. Что если вот я, допустим, сегодня мой последний день, вот, тем ли я занимаюсь, то ли я чувствую, так ли я себя веду. Это во всех религиях и философиях тоже, да? Это очень хорошо отрезвляет. Да. А вот интересно, вот у Саши очень интересная философия ещё личная есть. Мало того, что он просто много чего знает, может рассказать. У него на страничке в социальной сети, вы можете зайти на Фейсбуке, Александр Казаков, он каждый день там пишет какие-то посты интересные. Вот меня зацепила такая фраза. Мой личный опыт говорит, что из любой ямы можно выбраться, очиститься и снова радоваться в жизни. То есть вы можете рассказать, поделиться, да, вот, каким-то опытом личным? Да, ну, единственное, что тут есть одна оговорочка. Это из любой ямы можно выбраться, когда у тебя есть связь с Высшим, когда ты её постоянно укрепляешь. Тогда, да, даже если какие-то тяжёлые периоды, которые длятся годами и которые, казалось бы, закапывают тебя так, что тебе уже кажется, что закончилось, всё, счастливым ты уже никогда не будешь, ну, как бы, и радоваться уже ничему невозможно, потому что, ну, когда что-то очень долго негативное продолжается, оно накапливается. Вы знаете, это такая прекрасная фраза, она вот действительно ложится на любую из историй, которые мы каждую неделю вам здесь рассказываем, потому что, в принципе, вот наша программа придумана для чего? Мы рассказываем историю человека, попавшего в беду, который хочет выкарабкаться из этой беды, и ему нужно протянуть руку помощи. Он просит помощи, да, и мы вот все вместе призываем вас к тому, чтобы откликнуться и протянуть руку помощи. И каждый раз эта история взрослого человека, как правило, это мама больного ребёнка, которая подпишется просто вот под этой фразой, да, что из любой ямы можно выбраться, да, очиститься, исправить всё и снова радоваться жизни. И вот наша героиня этой недели, это Илона, мама Артура, она действительно, это представьте, мальчику 13 лет, это три инсульта, да, произошло. Несколько операций. И она действительно идёт дальше. Хотя, когда мы узнали историю, как, с чего началось, то есть ребёнку ночью стало плохо, вызвали скорую, отвезли в больницу, неделю его лечили от вируса. Через неделю решили сделать томографию, и томограмма показала, что у него кровоизлияние в мозг, инсульт. То есть, представляете, неделя была потеряна. Вот, и отсюда вот все вот эти вещи. Наша публикация на сайте Микс Ньюз озаглавлена «Поможем спасти Артуру руку». Почему вот, ну, действительно, то, на что мы просим помощи, вот этот вот специальный компрессионный, там, ортопедический поддерживающий компрессионный спио, этот жилет и рукав, такой чехол, он просто поможет ему зафиксировать руку, это, ну, как вот, словами даже не рассказать, насколько это важно, потому что ручка у него, она, ну, как вот, выворачивается, она как плеть падает, она его не слушается, он её поддерживает здоровой ручкой, вот, а эта вот штука она реально должна зафиксировать, да, ну, вот специалисты говорят, что она ему сейчас очень нужна, но она очень дорогая, и телефон 930-6384, евро 42, как маленький подарок к дню рождению Артура. День рождения был вчера. 3 600 евро всё это вместе стоит, включая поездку в Германию даже, да, и то есть это не такая гигантская сумма, мы с вами реально позвонив несколько раз можем это собрать. – Саш, а вот вопрос такой, как вы считаете, милосердие, оно в нашем мире, его больше стало, чем раньше, или меньше, вот сейчас очень жестоко как-то всё идёт? – Ну… – Как вы чувствуете? – Сложно сказать, мне кажется, что, чтобы милосердие стало больше, должно стать всё хуже. – Так? – Да, потому что, потому что то, что… – Разбудите, разбудите вы людей уже. – Но то, что я вижу на протяжении примерно 30 лет, свободы-то становится больше, но люди в основном голодны до материальных ценностей, и эти материальные ценности, они очень сильно увлекают, они важны, безусловно, хорошо, когда есть деньги, хорошо, когда есть власть, хорошо, когда есть красота и здоровье, – но они очень… это не то, на что можно положиться. То есть, то, чему действительно можно доверять, это не вещи, это как раз вот милосердие, это качество души, качество сердца. А чтобы они начали проявляться, людям должно стать тяжелее. – Ну вот всё закономерно, наверное, как-то всё связано, да? Но и пробуждает нас желание помочь кому-то, да, откликнуться. И вот, кстати, мы с Сашей познакомились, просто хотим напомнить, несколько лет назад совершенно случайно, да, то есть мы не были даже на его концертах, мы не знакомы были, мы проводили новогодний… – А на шоу «Голос» к тому моменту он ещё не попал? – Нет, не попал. И в новогодний вечер в клубе престарелых… Ой, в клубе, господи, простите, я уже… – Ну, в клубе, в клубе, да, практически в клубе пансионата мы организовывали концерт. – Это был очень тяжелый пансионат с Линдой Моцебеккером мы делали, она это всё придумывала, мы вместе делали, подарки собирали, потом концерт организовывали. Это пансионат для неврологических больных очень тяжелый, там пациенты такие, да. И вот мы пришли тут, и Саша приехал, которого пригласили, и он сразу же откликнулся, да. И пел, стоял, пел, и глаза у него светились, я смотрела вот с большим удивлением, ну, надо же, вот приехал человек, который успешный такой, известный, и вот он поёт, а эти старички, они на него смотрят, так для них это был какой-то вот прям выход в другую реальность. – Ну, даже если человек перестал разговаривать, или если человек не слишком хорошо выглядит, душа-то у него всё та, же, он всё равно тот же самый человек. – И, конечно, там кто-то был как ребёнок, но для детей и для стариков петь – это вообще особенная радость, потому что самая чистая и непосредственная реакция. – Саш, а вот почему это новый альбом «Птицы светлые» называется? Покажем ещё раз. – Вот он. Начался он как раз с песни «Горький кофе». – Ага, которую мы услышали. – Которую, ну да, не сегодня, на 13-го числа. – Да. – И большинство песен-то просто было написано прошлым летом, и оно было очень такое богатое на песне, и песни стали складываться… – Болдинское лето. – Болдинское лето. – Да, Болдинское лето. – Болдинское лето, Рижское лето, и одна из последних песен вот как бы того блока или цикла «Птицы светлые», она оказалась, на мой взгляд, очень простой, но мне все мои песни кажутся очень простыми. Это как бы такое общее место. И в то же время очень-очень важный, потому что я уверен, я так вижу, я так чувствую, что вообще все благо, которое приходит, оно приходит не из этого мира, оно приходит в мир. И оно приходит через чье-то сердце, дальше через чьи-то руки, через чьи-то дела, но оно все приходит свыше. И когда это происходит, то эти идеи, благо, они как птицы, наверное, витают вокруг нас. Если мы не спим, если мы их не отгоняем, если мы их слышим, то тогда это благо может проявиться в мире. – Покормим с руки, крошками своими. – Саш, у нас программа походит к концу, к сожалению, мы попросим еще что-то спеть и сказать что-то на прощание. – Песня, которая называется «Благодари», это такой совет взрослеющему сыну. – Вот то, что надо. – А остальное, в общем-то, уже сказано в самой песне. – Ну и важное качество без благодарности, есть такая мысль, что благодарность, она более необходима тому, кто благодарит. Потому что она раскрывает сердце того, кто благодарит. То есть это форма любви. Есть тайны, которые не надо сгадать, Сколько уму над ними не биться, А в самом важном лучше молчать, Чтобы не помешать случиться. Сожги свечу и поставь на окно, Чтобы путник в ночи увидел, А над большим властвовать не дано. Даже если предлог благовиден, Расставай плоды своего труда, Так, как будто к тебе благодарны. И считай, дни отдыха за годах, Ни труда не считай, Волигарно дружили всеми, В ком лёгок дух. Любимый штук, что твоя на запах, А выбирая одно из двух, Реже оборачивайся на запах. Смотри в глаза тем, Сколько бьёшь с утра, Смотри в глаза той, Что тебя целует, Потому что придёт и моя пора, Она придёт, никого не минует. Ещё на солнце с утра смотри, Заизмеряя свои тревоги, Благодари его, благодари, Даже если басы твои ноги, Благодари его просто так, За то, что мир, есть душа живая, Из-за того, что ты делаешь шаг, Из-за того, что ты это знаешь. Есть тайны, которые не разгадать, Есть свет, который невидим, Но если ему не положено знать, То сердцу ответ очевиден. Воскресенье, Зен수를 значит-то любит. Не положено эффекту, Выïxth 요vexth Не хочется уходить из этой студии, мы бы сейчас попросили бы, она тебя аплодирует, попросили бы, чтобы нам еще один часик дали, мы бы еще тут попели послушать, но не дадут, потому что там уже кто-то следующий, да, по очереди и новости и так далее. Поэтому спасибо огромное, Саша, спасибо, и мы все, что не успели сегодня сказать, 13-го числа встретимся в клубе «Гамлет» и договорим. Спасибо вам за то, что вы делаете такое доброе и светлое дело. Да, готовьте камерные. Готовим, готовим, да, мало не показывайте. Хулиганские вопросы приветствуются. Хорошо, 13-го числа клуб «Гамлет» Александр Казаков с эксклюзивной программой «Откровенным разговором». Билеты в билеш-сервисе. А сейчас, Саша, ну просим вот несколько слов пожелать Артуру и нашему радиослушателю, и мы прощаемся на неделю. Ну, наверное, главное, чего хотелось бы пожелать, это чтобы, чтобы, несмотря ни на что, чтобы была любовь в сердце, а из нее вырастет уже все остальное при желании человека, и благодарность, и радость, и все другие блага. То есть, мне кажется, что это самое главное. Когда есть любовь, она исцелит все. Спасибо. Браво за песни. Благодарим. Любви всем. До встречи через неделю. До свидания.